Мы приехали сюда из Мариуполя. Это была очень тяжелая дорога. Мы не думали, что когда-то такое может случиться. Где я родилась? Где родились мои дети? Мои внуки? И все было прекрасно. И вот пришла война. Война, которая разрушила все. Война, которая забрала все. Может быть, в начале мы думали, что это будет продолжаться несколько месяцев. Но потом мы подумали, что это будет продолжаться. И мы должны делать что-то для людей, которые приехали здесь, которые могут остаться здесь более долгое время. И мы решили о том, что дети, потому что некоторые были очень травматические испытания в доме. И мы хотели, чтобы они чувствовали себя как дети снова. Мы хотели, чтобы они были веселыми, чтобы смириться, чтобы спрыгнуть, чтобы спрыгнуть, чтобы спрыгнуть, чтобы делать какие-то основные вещи. Мы хотели, чтобы они работали с ними и с их 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 и с их. Мы создали строительство, действительно, в Бит-Конесе. В гостинице есть навчальный центр, куда ходит моя внучка. Не пропускает ни один день. Очень интересно. И не препятствие, что языка не знают. Находят общий язык в играх, в рисунках. Вот эта молодежная организация израильская не останавливается на тех детях, которые находятся здесь, в гостинице. И идут в те места, где этих детей проживают очень много, в очень сложных условиях. Они занимают не только свободное время детей, но они позволяют детям выиграть их стрессы. В Субболетним, по-аним上, они начинывают эры. Они начинут машины и выбирают частью с wildulles в рождественной сутки. Они начинут на землю, которые начали общее время, начали. Они начинутся все время, как этот октябрь. И они начнутся когда-geri на шли. Ониально прохожу на мусор congrats, и они забыли. Субтитры создавал DimaTorzok